Ребят, продолжаем серию подкастов, где я знакомлю вас со своими друзьями, там, по совместительству с участниками моего комьюнити, вот Чем мы, собственно, занимаемся? Обучаем людей трейдингу, там, все ссылочки в описании, не будем на этом долго в момент акцентировать, вот Кто из нас, как бы, в жизни не тильтовал и кто не сталкивался с кем-то, там, жизненными трудностями, вот, я думаю, после этого стрима Все ваши проблемы покажутся вам ничем, потому что до определенного момента в жизни, пока я там познакомился с Глебом, мне казалось, что это у меня в жизни проблемы, что это моя жизнь тяжелая, вот, поэтому стрим такой легкомотивирующий В целом мозг людей устроен так, что когда мы встречаем человека, который проходит через гораздо большие, там, сложности, вот, мы начинаем свои собственные сложности воспринимать в разы легче То есть в психологии, там, есть одно очень простое упражнение, там, первое, это, если вы, там, затильтовали или у вас паника, то, знаете, первое, дышите глубоко Второе, там, найдите в комнате, там, объект для фокуса, а лучше просто посмотрите, там, на мою говорящую голову Третье, там, примите и поймите, там, что у вас тильт, вдохните и выдохните Представьте у себя в голове, там, у кого тильт и у кого тильт гораздо хуже, вот, а теперь добавится, там, пятое, это посмотрите просто на Глеба, вот И все ваши проблемы вмиг исчезнут, вот, самый необычный герой, там, от солидных капиталов до потери всего Вновь солидные капиталы, вновь, там, вновь мы разваливаемся полностью, садимся, там, в тайскую тюрьму Потеря отношений девушек, постоянные переезды, чуть ли не уезд на СВО Вот, поэтому стартуем, ну, Глеб, попрошу тебя представиться Соответственно, расскажи, кто ты, что ты, откуда ты, где родился У меня маленького города, ну, типа, семья не очень богатая, вот, денег особо никогда не было Выбрал Китай, так как, ну, в России по некоторым причинам никогда не хотел оставаться Вот, уехал в Китай, как далеко мне, Саня, рассказывать Давай, наверное, начнем с переезда в Китай, вот, сколько тебе, получается, 18 лет, и ты решаешь, что, там, хочешь переехать в Китай Ни с того, ни с сего Да, но, ну, не совсем ни с того, ни с сего Были планы просто по учебе в России, ну, универ не были особо интересны Положил я кое-что, там, ну, большое на учебу, потому что, ну, вообще не привлекал Поэтому азиатская культура всегда довольно-таки так интересовала Выбрал Китай, годик получил язык, прошел там всякие отборочные вот эти, гранты Ну, все, поступил, собственно А на кого поступил? В Китай, на это Бизнес управление Ну, я не знаю, типа, на английском business administration профессия Вот Попал в яблочко, оно или не оно? Учился, все нормально было Если честно, я толком и не понял, потому что я через, по-моему, два или три, я точно не помню Я уехал уже из Китая, учился на дистанционке и другими вещами занимался Ну, так чисто для галочки я закончил Вот, ну, собственно, ты учишься параллельно Не то, чтобы яблочко Да, у нас, видимо, знаешь, у тебя есть какая-то небольшая задержка из-за интернета Вот, поэтому иногда может казаться, что я тебя перебиваю Вот, поэтому не подумай Вот, ну и, соответственно, знаешь, ты учишься там в Китае У тебя, в принципе, все хорошо Откуда деньги, банально? Вот ты молодой парень Ну, слушай, типа, уже вот это пошла, там, ну, полулегальная тема Со студенческой визой работать нельзя Вот, но вот этот Колым Моделью тут выйти подработать Там подработать Съемки всяких сериальчиков Там, ну, массовка была всякая За это платили там Ну, такие для студента нормальные деньги Но, там, не знаю, на неделю хватало примерно Слушай, деликатный вопрос Вопрос, деликатный вопрос А работа моделью, это как у нас там В России, там, в Беларуси, в Украине Где работа моделью, это чуть ли не эскорт Да нет, нет Там по-другому было, по сути, просто Ты приходишь Ну, в зависимости, какая именно Потому что, если на ивенте, на каком-то, на мероприятии Там, допустим, Порш какой-нибудь новый Автомобиль свой представляют в Китае Там просто нужно, грубо говоря, в костюмчике Постоять, поулыбаться там И все Есть такая работа Есть работа тоже модельная Если какие-то, ну, там, одежду померяешь, попозировал Все, ну, не чернуха Вот Поэтому, думаю, отличается И, в принципе, эта история тебе, ну, никак не устраивает Как все переходит к тому, что ты двигаешься там в сторону крипты То есть, вот оно у нас там, модельное агентство С которого ты там зарабатываешь плохие, неплохие деньги Там много, мало, хватает, не хватает Ну, понимаешь, здесь у меня у бывших есть такое свойство Занимать у меня деньги и исчезать Ага Вот Поэтому После того, как я моделил на протяжении, там, года Собирал, там, деньги на какие-то нужды свои Вот И потом у меня худшая их заняла И потом исчезла Сказала, вернет, и потом не вернула Я оказался в Блэк Листе Вот Это бывшая из Китая? Уже начал думать Нет, не из Китая Из Матушки России Ага Вот Вот, и в какой-то момент там занимают деньги У тебя опять ничего не остается И как доходит до того, что ты развозишь еду на мопеде? Маленький спойлер Ну Подойду Вообще, как я попал в Таиланд Ковид и все такое Как раз я с модельной работы приехал В Шанхай Все ходят в масках Какая-то шумиха Ничего не понятно Вот Я думаю, ну Хер с ним Ничего страшного Не такое переживали И, короче, на фоне вот этих страшных видосов Где люди падают там замертво Я, короче, просто просыпаюсь с температурой Там 38 страшным кашлем Лекарств нету Там китайский Новый год Все закрыто Аптеки закрыты Вот И, короче, ну чуть не отъехал тогда Кореша спасли лекарствами Вот И после этого через 5 дней 5-6 дней Ага Я уточню Слушай, это все на фоне того Что у тебя еще и денег не хватает Правильно? Да-да-да На фоне всей этой депрессии Безысходности Я решил все-таки с родителями Первый раз за 2 года Увидеться в Таиланде Угу Вот В общем, купил билет в Таиланд Там прилетел Увиделся с папой, с мамой Потом После этого Еще одну Очередной пиздец происходит И мне закрывают визу в Китай Отменяют 2-3 авиабилета На которые ушли все бабки Ну, я тогда уже девушку нашел Там, китаянку Иду работать Доставщиком, получается В Тае Тоже Нелегально, так сказать Вот И делаю какие-то первые бабки Там Вкладываю их В биток Потому что тогда был хайп Там биток по 12, что ли, был Или Не знаю, по сколько покупал По 20 Вот Как-то так Это первое знакомство с трейдингом Получается Просто, знаешь, странно То есть у тебя нет денег Тебе там отменяют У тебя там опять начинает жизнь рушиться И ты такой Ну, у меня есть немножко денег Я вложу их в непонятный биток Ну, тогда был Как это называется ЙОЛО You only live once Поэтому я решил Вложить в биток Эти деньги Не такие уж критичные Потому что Все-таки с девушкой Жили Ах, сказать, напополам То время И я ночью All in Без плеча Без всего Спот И какие-то Первые бабки Через пару-тройку месяцев Там, не знаю Точно Не могу сказать Но там Тысяч пять Примерно Получилось Ну, это спекулятивно было Или ты прям заинвестил? Прям Прям Заинвестил Я вообще даже Ну, графики Никогда не видел Никогда Не торговал Ничего не делал Вот Потом мы Переезжаем в Бангкок И Там Начинается Темка Что Компания Меня Переквалифицирует Из-за Доставщика Отмыв Там Ну, не грязных денег Там, скорее всего Просто от налогов Это очень круто Из-за Доставщика Говорят С повышения Короче, идешь Бабки Да Там видишь Как было Что В компании Мы были первыми Людьми То есть Моя бывшая И босс У нас Он открывал Компанию То есть С нуля И мы были Первыми сотрудниками Поэтому доверие К нам Было Такое Повышенное Вот Поэтому Должность Нормальную Дали Вот Знаешь Я когда Еще только Познакомился С тобой То есть Я Чуть позже Расскажу Как мы с Глебом Познакомились Вот Я слушаю Эту историю Думаю Там Парень Че-то Чуть-чуть Крипта Че-то Чуть-чуть Доставка И занимается Отмывом Денег И я Такой Еще Я просто Мне Скидывает Типа Вот Там Сумки С деньгами Просто Вот Сумка С деньгами Огромная Знаете Как такая Спортивная Сумка Такая С которой Там Ходят Говорит Вот Смотрите Бабки Принес Сегодня Сказали Туда Туда Занести И там Просто Сумка До Отвалу Набитая Баблом А у Меня Тогда На тот Момент Еще Депозит Наверное Тысяч Тридцать Долларов Был Я смотрю На эту Сумку Я такой Очень Интересно Надо С этим Парнем Познакомиться Поближе Ну Да Да Ну Если Про Трейдинг То Вот Эти Пять Косарей Потом Как бы Не жалко Было И потерять Я Там Начал Изучать Торговлю Какие Сигналы Это К тому Что Как можно Было Раскачиваться Без Знаний Ну Вот Рынок Был Ну Очень Халявный Там Вот Эти Все Истории С Доги С Бин Би По 30 Долларов И Собственно Эти Ну Пять Косарей Все Что Я Делал Это Я Кидал Откупал Все Коррекции И Оно Лупило Вверх Ну Относительно Бездомный Риски были All-in Практически Ну Каким-то Образом Удалось Мне Раскачаться Там До 40 Косарей Вот Бездомным Трейдингом По сути Бездомным Трейдингом Просто По тренду Да Вот А Как Ты пришел В скальпинг Потому что Мы познакомились С тобой Как раз Когда ты Проходил Обучение Там У моего Знакомого У Сашка Ну В общем Весь Этот Трейдинг Меня Привел Практически Полной Ликвидации 19 Мая 2021 Года Там Я стоял В XRP Там С 50 С 20 Плечами Там Биток У меня Был куплен Я не знаю Все Все Было Куплено И В общем Когда Слив Произошел Рынк И Там Позиции Которые Не знаю Плюс Там 30 40 Процентов Без плеча Висели Успешно Ликвидировало Вот И Осталась Ну Такая Копейка На спатье И Я Понял Что Такой Трейдинг Среднесрочный Он Ну Меня Не Очень Устраивает Все Это Ты Время Совмещаешь С Работой Где Ты Грубо говоря Отмываешь Грязный Кэш В Таиланде Там Регаешь Вот Эти Карточки На Бомжей Я Кстати То есть У тебя Есть Какой-то Доход Помимо Трейдинга То есть Трейдинг Платили мне Не очень Много Там Не знаю Штуку Баксов Примерно Но Зато К концу Которую Я набирал Ну Набивал Процентами То есть Мне говорят Там Продай Баксы Но Не говорят По какой Цене Я там Могу Чуть Подождать Продать Там На 0,2 Процента Подороже И Собственно В карман Себе Ну Слушай Когда суммы Большие 0,2 Это Так-то Немало Ну Да Там За раз Был Лям Баксов Надо Подать И Там И Больше Было Поэтому Ну Нормально Так Получалось Учитывая Что Запашка Там Тысяча Долларов Там Вот Эти 0,2 Они Могут Быть В разы Больше Там Запашки Ну Да Собственно Так И Было Слушай А вот Эта История Там В чем В чем Заключалась Суть Работы Если Это Можно Рассказывать Суть Работы Просто Короче Китайцы У которых Были Компании В Китае Какие-то Легальные Компании Какие-то Ну Незарегистрированные Вот Они Обращались К нам В компанию То есть Они Лично С нашим Начальником Боссом Были знакомы И Просто Переводили Ему USDT Которые Мы Меняли На Баты И Кэшем Здесь Выдавали Им Через Местную Биржу В Таиланде Как-то Так Ну Насколько Я знаю Там И Грязные Тезеры Были Там Я бы Скал Даже Большая Часть Грязных Была Да Да Но Биржа Видишь Типа Все Эти Тезеры Продавались За Баты Через Биржу И То Что Выходило Мы Отдавали Клиентам Ну Это Что-то Вроде Местного Тайского Мекса Ребят Кто Торгует На Мексе Спойлер Не держите Много Денег Потому Что На Эту Биржу Очень Много Грязной Грязной Крипты Прилетает С продажи Детей Наркотиков Всего Остального Биржи В принципе Там По Кайфу Много Там Не Держите Вот И Ты Сливаешь Деньги Ну Да Сливают Деньги И Увидел Какой-то Там В Телеграме Знаешь Набирают Каких-то Нужны Трейдеры В Командую Все Такое Обучение Там Все Такое Ну Как раз У Санька Там У него Группа Когда Была 500 Баксов Я Скинул За Обучение За Все Про Все И Все Так Пришел Скальпинг Сидели В Дискорде Торговали Бывшая Мне Скинула Где-то Десятку Примерно Баксов Папы Взял Пятерку И вот С этих Денег Раскачивался Вот А в какой момент Ты от работы Отошел От работы Отошел Когда В общем Проблемы Были В отношениях Бывшая С Больной Заложу Не забанил Ютуб С Афроамериканцем Мне Изменило Вот И Собственно Я уже Решил И локацию Поменять И денег Было Достаточно И Решил Все Переезжать В Корею Ну это Из разряда Знаешь Как обнуление Для тебя Было Когда ты В Корею Да Обнуление Комсас Работы Мне там Заплатили 200 Кассов Баксов Там Большая Сделка Была И С Торговли Примерно Сотка Упала Вот Ну в общем счете С двадцатки Я где-то Раскачался До сотки Чуть больше Уехал В Корею Ну слушай На моем опыте Я вот сколько Общаюсь с Питупишниками И в целом С процессинговыми Офисами То есть По сути У вас Это нечто Среднее Между процессингом И питупишкой Вот Потому что Так как-никак Залетает Там черный Кэш Это тяжело Назвать Питупи Вот Поэтому Большая часть Людей Говорят Одну простую Вещь Что Ты ждешь Тот Самый Золотой Трейд На котором Ты просто Делаешь Много Кэша С которого Срубаешь Много Комсы И стараешься Этот кэш Конвертировать В какой-то Реальный Бизнес В реальные Активы Вот У тебя примерно Так и сложилось Хоть там денег Как я понял Супер многое Не было Да-да-да Так и получилось Там Последняя сделка Была Я не знаю Сколько мы там Очень много Меняли Там 20-30 Мультов Примерно Вот этих Юсдитишек Вот И комиссию Компания Начислила Плюс Какой-то Процент Я там свой Поимел Как я до этого Рассказывал И В общем Ну Стало Более чем Достаточно И я решил В общем Уехать в Корею Там Опять на учебу И вот По-тиху Сейчас Интересный Словный момент Потому что В какой-то момент Жизни мы там С тобой Довольно долго Не общались Я просто Помню Как ты Такой Заряженный Типа У тебя Все хорошо В жизни Там Переезжаешь В Южную Корею Ты такой Саня Поехали Тоже В Южную Корею Там Вон Снял Хату Пентхаус Два Этажа Там Все круто Смотри Какой вид И Потом Просто Бам И нету Кэша И все Тяжело И там Чуть ли До тюрьмы Не доходит Что Происходило В Южной Корее И что Параллельно Там Двигается У тебя С Китаем Потому что У тебя Все еще Вот это Обучение Идет И ты Еще В Корее Учиться Начинаешь Что Случилось В этот Период Жизни Что Случилось В жизни Ну В общем Ну От Торговли Я Немного Отошел По причинам Того Что Я Учился В корейском Универе В китайском Универе Плюс Были Проблемы В отношениях Какой-то Плата Наступила Эмоциональная Потому что Уже Ну Непонятно Было Чего От жизни Хочется Вот И Я Как-то Знаешь Себя Немного Начал Терять Потом Из Коре Я уехал Обратно В Таиланд На тот Момент Я Проинвестировал Может Ну Не знаю 80к Примерно В крипту Из которых 40 Или 50 Было В ФТТ Вот Там Скам ФТТ Я прям Помню Как мы С тобой Сидели ФТТ Был По 16 Примерно Или По 40 И мы С тобой Тогда Обсуждали Перспективы Я тоже Делал Огромную Ставку На ФТТ Я Прям Телепортировался В этот момент Когда мы Сидим С тобой Это Обсуждаем Я Такой Блин Я Тоже Хочу Типа В ФТТ Проинвестировать Скорее Всего У них Тоже Вот Эти Лаунч Пад Лаунч Пулы Будут И Они Очень Сильно Недооценены По отношению К Бинансу Аламеда Сэм Весь Этот Хайп Я Помню Этот Разговор И я Помню Знаешь Я Телепортируюсь Вот в то Время И я Такой Боже Вот Че Вот этот Молодой Парень Делает Почему Он Чертовски Гораздо Успешнее Меня Почему Я Не могу Позволить Себе Проинвестировать В ФТТ Честно Я тебе Тогда На тот Момент Довольно Сильно Завидовал Твоя Жизнь Была Той Жизнью Который Хотел Жить Я И не Мог Си Этого Позволить Не Без Подводных Камней Я Вот Все Это Было Ну В общем Пиздец Начался Тогда Когда Я Приехал В Таиланд Из Коре В Корее Там Я Заболел Пропустил Неделю Пар Меня Кикнули ФТТ ФТ Засканулся А что значит кикнули Кто-то быстро Ты в Корее Сколько ты там прожил Че интересного в Корее Вообще Ну ничего особо Просто там Гулял Отдыхал Ходил на пары И Ну так Подторговывал Чисто как Не знаю Не приоритетно Вот Ну на жизнь Типа хватало Корейский успел выучить Корейский Я Выучил До Примерно Среднего уровня Если Из пяти Считать Ну Второй с половиной Примерно Что быть По-корейски Можешь сказать Нам Что это значит Я говорю Я с России И я учил Корейский В Корее Не знаю Это уже давно Все было Вот Поэтому А на китайском То же самое Это у меня Небольшой челлендж Я всех гостей Прошу Кто-то Из других стран Говорить На других языках Охренеть Ну это звучит Очень заряжено Вот это самая Большая Большая была Проблема Познакомился С девушкой Которая была Red flag У нее Постой Да хуя Было Звоночков Которые мне Говорили Беги Я не бежал Вот Глеб Давай Так Грубо говоря Подкаст для парней Топ 5 Тревожных Звоночков На что обращать Внимание Чтоб не вляпаться В ситуацию С девушкой В Южной Корее Пила много Это Была уже В Таиланде Я же уехала С Кореи Ага Алкоголь Второе Это Скорее всего Когда у нее Нездоровая психика В плане Дофаминщица То есть Ей нужны эмоции Там Поссорились Помирились Разошлись Блять Сошлись И вся вот эта Эбатория Если она У нее нету Предрасположенности Какой Ну К семейной жизни Например Готовки Там За тобой Поухаживать То есть Она там Допустим Карьеристка И У нее Приоритетна Карьера Ну Как минимум Вот эти Это уже Ну И Друзья Парни Это очень Такая Тревожная Тревожная Звоночек Я Насколько Знаю Она Кажется Из богатой Семьи Была Да Она Была Из бедной Семьи Но Она Бизнесменша И Кстати Она Что-то Заработала Не знаю Полмаль Табачей И Уебала И Уебала Улын По Монете Гала Вот Лишилась Бизнеса Ну Там Такая Ситуация Тяжелая Была У нее Вот Потому что И самое Интересное Почему Вопрос И Это Был Просто Пост В Твиттере Что Гала Блядь Будет Расти И Она Такая Верю Верю Улын С Десятым Плечом На Пять Мультов Баксов Хорошая Идея Собственно Естественно Эти отношения Ничем Не Закончились Я Нашел Новую Девушку У Старой Поехала Крыша И Она Решила Возьму Я И Заруиню Я Его Жизнь Заплатила Тайским Мусорам Тогда Я Отдыхал Маленький Спойлер Ребят В Таиланде Очень Коррумпированная Правоохранительная Система То есть Она Тебя Не трогает Но Если Ты местный И Тебе Кому-то Надо Извините За мой Французский Если Кому-то Надо Доебаться За деньги Это Очень Легко Сделать Особенно Если У тебя Есть Знакомые Да Да Ну Собственно Ждать Долго Не Пришлось С С новой Девушкой Пробыл Два Месяца И Старая Дала Себе Знать Тем Что Ко Мне Просто Я Не знаю Я Просыпаюсь Не Не Я Только Заселился Короче Себя В Отель Ночь Там Провел Просыпаюсь С утра Мне Стучит Админ Отеля Рецепционист Или Как Это Называется Спрашивает Какую-то Хуйню Про Вай-фай Типа Очень Подозрительный Вопрос Потому Что Вай-фай У меня Работал И Через Пять Минут Она Стучит Мне Уже В Компании С Десятью Епальниками Из Иммиграционной Службы Там У некоторых Были Дробовики И Все Такое Маски Шоу Да И Меня Просто Так Ну Без Заламываний Но Меня Убедительно Попросили Поехать С ними Убедительно Самозаломаться И Пройти Да 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 Тогда Я даже Не знал В чем Вообще Проблема Я узнал Только Спустя Наверное Неделю Кто Меня Заложил В чем Проблема Плюс Визу Я делал Давай Черная История Про Визу Я Малький Спойлер Расскажу Можно Про Ситуацию Там Со Сво Вот Глеб Попал Грубо Говоря Под призыв Ему Пришла Повестка Это Как раз Было Время Когда Мобилизируют А он Соответственно На этот Момент Находился Не в России Из Южной Кореи Его Соответственно Депортируют И ему Срочно Нужно Куда-то Из Южной Кореи Депортируют Когда Там Бан Дали Из Таиланда К сожалению Короче Говоря Ему Срочно Нужно Было Уехать В Таиланд То Есть И Визу Он Делал Не Совсем Чистыми Путями Скажем Так Извини Сань Перебиваю Внесу Ясности Меня Не Депортировали Мне Просто Закрыли Визу В Южную Корею Я Должен Было Уехать Экстренно Оттуда Иначе Меня Быки Канули Ну Куда В Россию Кикнули В Россию В Россию Да Вот это Я хотел Сказать Да Ну И Собственно Я Помню Ты Прилетаешь В Тае Радостный Все Там С Отеля Набираешь Я Вижу Твою Заряженное Лицо Это Как Да Все Сань Там Это Коре Это Все Там Может Потом Поеду Там В Китай Может Еще Раз Эту Визу Получу Сейчас Денег Там Заработаю Отдохну Туда Сюда Там Сям Миллионер Вот И Потом И Случается Эта История Да Да Ну Собственно Че Разглагольствовать Я Хотел Ну Подкупить Ментов Пятнашку Перевел Бывший Потому Что Я думал Что Она Хоть Поможет Не Помогла Я Минус Пятачка Потом В тюрячке Этот Подошел Тот Подошел Знает Людей В итоге Еще Минус Примерно Полтинник Паспорт У меня Конфисковали В котором Были Ключи От Леджера И там Ну Два Битка У меня Валялось Тогда Цена Еще Там 30 Что Ли Было Вот Это Январь 23 Года Вот Не Супер Много Относительно Твоего Капитала Но Типа Когда У тебя Раз Два Битка Ушло Там Еще Чуть Чуть Там Еще Чуть Чуть FTX Засканился И куча Вот этих Маленьких Ситуаций Мне кажется Они Полностью Просто Разворовали Весь Твой Капитал Который Ты там Насобирал Ну Ну смотри Посчитаем FTX Полтинник В тюрячке Меня Заскамили Примерно Полтинник Тоже Ну 50-60 Это уже Ну Чуть больше Сотки Плюс С кошелька Украли Два Битка Это 60 Еще Вот И у меня Там Осталось Блять В кармане 40 Там С небольшим Косарей Такой Ну Тильт Начался Потому Что Уже Нет Восможностей Ты не можешь Себе Позволить Поехать Куда Угодно Отдыхать Ну Ты не можешь Взять Перерыв От рынка И Началась Вот Эта Тема Что У Мне знакомо Это чувство Знаешь Когда Ты Еще Не Перерос Себя Знаешь Не нашел Вот Эту Дополнительную Мотивацию Вот Помнишь Мы с тобой Сидели Обсуждали Там В свое Время А давай Поедем В Дубай Там Чуть Чуть Поднакопим Квартирки В Дубай Возьмем Помнишь Меня Все время Тянуло Туда В Дубай Мы вот Сидели С тобой Это Обсуждали И Мне На тот Момент Было Очень Тяжело Найти Мотивацию Внутри Себя Чтобы Там Зарабатывать Дальше Но При этом Когда Ты Начинаешь Терять Деньги Становится Чертовски Страшно Вернуться На Уровень Я Беден И Я Не Могу Поддерживать Тот Образ Жизни Который Поддерживаю Сейчас Хоть Он И Не Так Дорого Это Стоит И Вот На Этом Моменте Начинает Возникать Вот Этот Дискомфорт Подкрепленный Страхом Что А Вдруг Я Сейчас Потеряю То Что Я Так Долго Зарабатывал И Буду Опять Жить Ну Прямо Скажу Там В говне Да Прекрасно Это Понимаю Эти мысли У меня Присутствовали Каждую Вот Эту Тильтовую Отдачу Денег Что То Отдал На Рынке И Когда Уже Оставалось 40-50 Косарей Уже Появился Страх Что Уже Рынок Не Тот Ситуации Заработать Нет Деньги Подходят К концу Плюс У меня Вот эта Девушка Я с ней приехал В Россию Мы думали Что делать Дальше В Таиланде Мне дали бан На 5 лет Вот А скажи Пожалуйста Про тайскую Тюрьму Как это Каково это Я помню Истории Когда Вот Есть одна история Которую Очень хочу Чтобы ты рассказал Просто я ее знаю Сможли Опять же Там Широкую аудиторию Это там Девушка Которая тебя Поддерживала Та самая Там Говорят Тайские тюрьмы Это вообще Страшное место Где На 2 квадратных метра Там 10 бомжей 5 уголовников И 3 наркомана Но Да В тайской тюрьме Пробыл я Не особо долго Примерно Неделю И потом Я там Ну заплатил Чтобы меня перевели В Вот этот Депортационный центр Один из них То есть Где Просто Ангар Это Ковидный центр И Очень Нелегальная Херня Туда Завозили Алкоголь Траву Телефон Можно было Там 50 баксов За день Платить То есть Там Я провел Два месяца Потому что Мог уехать Я через неделю Но мне очень хотелось Остаться в Таиланде И я искал людей Через которых Меня Удалят Из черного списка Поэтому я там И провел Два месяца В попытках Как раз Да В попытках Там покупая себе Там условно Доступ к телефону Там каждый день И параллельно Пытаясь разрулить Вот эту ситуацию Кому там денег Забашлять Условно Да Спойлер Ситуацию я не разрулил На телефон За два месяца Можно посчитать Сколько я там Потратил Это три штуки баксов Примерно получается Три айфона Три айфона Да За свой айфон Я заплатил Плюс Ну туда можно было Доставки Из ресторанов Заказывать Все что угодно Если у тебя есть бабки Вот Ну Ситуация там была такая Что просто ангар Типа спортивного зала Все колючки Обнесено Вокруг бомжи Мьенмарские Лаосские То есть это Ну под депортацию Был ангар Вот Из охраны Были только Те же самые зэки Потому что Не предусмотрено Там иметь ментов Но менты приходили На осмотр Каждый день Три раза Вот Эти зэки Делали все что угодно Они там Хочешь тебя отпиздят Хочешь там Не знаю Телефон Те я больше давать Не буду Даже за деньги Ну там Жесть была полная Вот Там я Два месяца провел Спали на полу Там Буравьи Блять Всякие Насекомые Кусали Вонь Ну короче Не очень ситуация была Вот Слушай Глеб Наверное Один из тех Ребят У которого Все проблемы От девушек От выбора Неправильных людей Вот И Самое неожиданное Что там Для меня было Во всей этой ситуации Это То что на моменте Когда он как раз В этом департаменте Был Появилась Самая неожиданная Девушка Которая там По 12 часов На телефоне Там с тобой сидела Там У тебя в нормальное Эмоциональное состояние Приводило Можешь эту историю Там тоже Рассказать Да Она меня там Ты очень тронула А эта девушка Я ее максимально Игнорил При том что Она красивая Из хорошей семьи И я Постоянно Блять Цеплялся За вот этих Эмоционально Нестабильных Шалаф Карьеристок Ну Немного Я приторчал На этих Дофаминовых Отношениях И на нее Не обращал Внимания Сливал Я ее пару раз Вот Но когда Ситуация попала Ну Пришла в такое русло Когда я оказался В тюрьме Она первая Пришла на помощь Кто мне Какие-то Помогал Вопросы Урегулировать Там Виллу мою Отменять вещи Мои Какие-то С виллы Засейвить Вот И так получилось Что Все-таки С ней Отношения Я решил Прям Супер Серьезный Строить И когда я Вышел Из этой Тайской Тюрьмы Я ее Привез С собой В Россию Вот Познакомились С семьей И все Такое Глебчик Позволь Короче Ситуацию Еще там Немножко Подрасширю Потому что Ты Ну не знаешь Что Грубо говоря Там Рассказывать Я расскажу Те части Истории Которые Меня там Больше всего Трогали Трогали Куда Я там Слушал Там Предыдущая Девушка Это Та Девушка С которой Там Глеб Хотел Всю Семейную Жизнь Построить Которые Он там Собрал Прям Очень Милое Там Рабочее Место Там Стример Комнату Розовый Стульчик Клавиатуру Кучу Кучу денег Туда Всадил И Он Прям Мечтал Что Это В дальнейшем Там Получится Там Целая Семья А тут Выходит Так Что Эта Девушка Как раз По сути Его там Придает Все Деньги Там Забирает И все Остальное И вот Встречается Вот эта Девушка С которой Он Соответственно Уже Едет В Россию Которая Вот Все Это Время Как бы Его Поддерживала Во всех Самых Непростых Ситуациях Ну и вот А в России Тебя ждет СВО И у тебя Нет бабла Пам-пам Что делать Здесь Тебя же в аэропорту Встречать будут Как это удалось Миновать Или не встречали Не встречали К счастью Потому что По документам Я еще учился Вот Потому что Я заранее Ну Там Написал В отсрочке Что Годик Я себе Приписал Что я Заканчиваю В двадцать Третьем Году Хотя Закончил Год Назад Уже Вот И поэтому Никто Меня не встречал Слава богу Но Все равно Было Стремно Чуть-чуть Родители Помогли Еще На годик Получить Отсрочку Очередной Вот И И И все Собственно В России Все дела Закончил Паспорт У меня Конфисковали В Таиланде Это было Самое Стремное В России Я получил Новый паспорт Как раз За счет Новой Отсрочки Вот И уехал В Лаос Да Через Через Заехал Собственно Заехал Там Заплатил Штуку Баксов За Транспортировку За Автобус За все Это Дело Но Было Стремно После Я прожил С девушкой В мире И гармонии С ее семьей Не знаю Восемь месяцев Параллельно Пытаюсь торговать Но вот этот Тильт Меня особо Не отпускал То есть Я там Не знаю Может Двадцатку Еще сверху Слил Потому что Просто Ну Тильт Как это Можно еще Писать Удалось Найти ту самую Кнопку Бабло Нащупать Ее Вновь Кнопка Бабло Нащупалась Начал делать Какие-то Деньги Прибыль Начала Ити И я Выводил Все На биржу Bybit Которую Мне успешно Потом Заблокировали А Bybit Мы знаем Ребят На каждом Стриме Говорю Bybit Это та биржа С которой Вы хрен договоритесь Если вам заблокируют Бабки Они будут лежать На ней вечно Именно поэтому Гонконг Ее Ввел в список Бирж Сомнительной Репутации Поэтому Будьте аккуратны Не проводите Там большие Транзакции Держите ровно Столько капитала На которой Вы торгуете И обязательно Смотрите Чтоб это был Никакой Ни черный Ни грязный Кэш Потому что Вопросы возникнут Деньги Никак не вернете Это знают Все арбитражники И петупишники Да А я не знал Да Поэтому Поэтому Грубо говоря Там Очередные 70% Денег Просто Опять Улетают В небытие Куда-то Можно вопрос? Конечно Вот Понятно Что трейдеры Знаешь И люди Связаны Так или иначе С криптой С финансовой Спирай Арбитраж Силы Каждый раз Просто Брать И вставать Какие-то Знаешь Внутренние Характеристики У каждого Это просто Какие-то Знаешь Свои лайфхаки Я знаю Ребята Есть в кредитах Я знаю Есть ребята У кого там Бизнес рухнул У кого там Семья Разошлась И Наверное Для многих Они просто Смотрят И думают Вот у парня В жизни Типа Полный Пиздец Вот Какой Твой лайфхак Который Ты применяешь К себе И мог бы Другим Лайфхак Заниматься Спортом Во-первых Потому что Это Как-то Ну держит Нервную систему В порядке Нету Вот этой Дофаминовой Прокрастинации Когда ты Лежишь в кровати Залипаешь В телефон 24 на 7 Как минимум В гормональном Плане Спорт Помогает Плюс Анализируешь Свои ошибки Ставишь Маленькие Цели И даже Если на фоне Того Что все Рушится Ты выполняешь Какие-то Микроцели То это Дает Мотивацию Двигаться Дальше Ну и Правильные Люди В окружении Те Которые Дают Придают Смысла Твоей Жизни И поддерживают И Наоборот Тебя не кидают Когда у тебя Все плохо В жизни Наверное Вот это Постулаты Решения Каких-то проблем Даже самых серьезных Давай немножко разбавим Вот этот наш Депрессивный муд Можешь рассказать О каких-то таких Самых позитивных ситуациях Которые с тобой Вот происходили За этот период времени Когда тебе Удавалось Там неожиданно Быстро Там заработать Денег Восстановиться Или Когда Самые неожиданные Люди Вот приходили В твою жизнь И помогали Во всех этих Самых тяжелых Ситуациях Даже Это может Знаешь Быть Не обязательно Что-то такое Что ценно Для всех Там вроде Там денег Это может Быть что-то Что было Знаешь Там ценно Конкретно Для тебя Что вот Дарило Тебе Ту самую Радость И позволяло Там оставаться В строю Ну Время С девушкой Скорее всего Мне очень Сильно Придавало Какого-то Позитива Вот Там В Таиланде Пока я Жил 7-8 месяцев Мы Бездомную Собаку Ну Щенка Там Приютили Так сказать Тоже Такой Позитивный Если в плане Денег То Ну Опять же Торговля Плюс Со мной Связался Босс Компании Ну В которой Я там С деньгами Этими схемами Занимался Он дал мне Пост Ну Хороший То есть Это уже Текущее время Ребята Это уже Текущее время Мы сейчас Говорим Про пост Текущее время Пост Сего Дали То есть Ну Просто По профессии Я Грубо говоря Так Работаю Какие-то Проблемки В компании Разруливаю С сотрудниками Общаюсь Смотрю Отчетности То есть Ну Это все Не тяжело Но Не знаю Какого-то Позитива Мне добавляет Потому что Ну Как минимум Образование Не оказалось Бесполезным Слушай Слушай Ну Как минимум Там Не сидеть На Арбитраже Не сидеть На Процессинге Не заниматься Отмывом А просто Аккуратно Там Манипулятивной Рукой Всем этим Делом Управлять И контролировать По-моему Это уже Приятно Да Там Понятно Что тебе Столько Комиссии Там Не капает Сколько Капало До этого Но в целом Это Это неплохие Деньги Это неплохие Деньги И Еще и Процент капает Там С каждого Сотрудника Если там Все успешно Все делают Насколько я понимаю Ну В России Это так устроено Ну Компания Не в России А та же Которая В Таиланде Была Они там Разрослись На Китай На Малайзию На Вьетнам Вот И Я просто Англоговорящим Отделом Ну Заведую И Собственно Все Ну То есть Не тяжело Это все Как Даже Когда Помогает Отвлечься От рынка Когда Рынок Говнистый Как сейчас Вот То есть Ну Ну И позитив Естественно Придает Какие-то планы На будущее Я напомню тебе Великолепную Ситуацию Из Южной Кореи Которую Я думал Ты сам Вспомнишь Вот Но ты ее Видимо Не вспомнил Вот Это ситуация В которую Я тоже Ребят Не верил До последнего Вот Вообще Что за ерунда Такого в жизни Не бывает Черт возьми Бывает У этого человека Который Вот тут Прям сидит На стриме Вот тут Вот В той стороне У него Бывает Вообще Все Помнишь Когда тебе Ни с того Ни с сего Прилетают Бабки На ТРЦ Кошелек Значимая Сумма И никто Не говорит Что это За деньги Никто Не пишет Ничего Можешь Рассказать Ребят Скрины Видел Скрины Видел Могу Рассказать Сумма Прилетает Я не понимаю Это либо Было Какое-то Благословение От компании За успешную Работу Либо Кто-то Просто Перевел Нечайно Прилетело Там Ну Около Двухсотка Баксов Что как раз Было Подтверждением Что я Все делаю Правильно Наверное Как же Ты ошибался Знаешь Если мне Случайно Прилетело 200к Баксов На карту У меня Наверное Инфаркт Был Случился Если Мне Еще Никто Не писал Я Помню Насколько Тебя Было Страшно Эти Сань Я Кинув Стейкинг На биржу Пусть лежат Пусть Мне на них Какой-нибудь Процентик Капает А потом Когда кто-нибудь Попросит Вернуть Я верну Я просто Помню Твои мысли Вот Но потихоньку Ручки Как бы В кэшик Залазят Вот Я просто Знаю Зная себя Я такой Господи Надо От этих денег Как-то Избавиться А еще Избавиться Так Что если Ко мне Через Несколько Лет Придут Чтобы Я их Вернуть Почему Ты не купил На них Что-нибудь Это больной Вопрос Особенно Когда этих денег Уже нет Вообще-то Но С родителями Мы вложились 50 на 50 Купили дом В сербии Вот А Да Который Ну Не знаю Грубо говоря Купили За там 80 Сейчас Он там Четыре раза Вырос Примерно В цене После Массой Этой Миграции Когда Она Началась Там Да Там Очень Жестко Стрельнула Недвижка В сербии Как раз В нашем районе Стали Какой-то Супер Элитный Район Застраивать Поэтому Цена Прям Улетела Хорошо Поэтому Ну Не все Так Плачевно Но К сожалению Эти Деньги Они Отчасти Замороженные Вот Ну Что Возвращаемся В нашу Россию Матушку Ты возвращаешься В Россию Приезжает Там Девушка Потом Вы с девушкой Летите Забыл Куда И на лодке Вы опять Там По чернухе Там Плывете В Таиланд В Таиланд С каким-то Лодочником Ну Плыл я А она Ну Въехала Нормально Ты прям Греб Да Я Прям В лодке Лежала Прикрывшись Такими Покрывалами Боже Это Замечательная Девушка И лодочник И девушка Там Гребут А ты В лодке Там Под покрывалом Лежишь Кайфуешь Ну Не совсем Все так Было Девушка На машине На микроавтобусе Въехала По воде Мы Разделились Тогда И встретились Уже Когда я Переправился В Таиланд Вот А с миграционным Каких проблем Не было Ну Мне просто Тяжело Представить Я Ну В такой Типа Правильной Семье Вырос Типа Закона Не нарушать Там Все дела И Когда Мне стоит Вопрос Нелегальное Пересечение Границ Я такой Черт возьми Это ж нельзя Это там Застрелят На мини Взорвешься Те арестуют Что-то еще Неужели Это реально Настолько легко Сел в лодку И поплыл Меня бы Наверное Стрельнули Если бы Я пытался Там Убегать Если бы Меня Ну Тайские Миграционщики Словили То Мне бы Ну Пару лет Дали В Таиланде Но Не знаю Из-за чувств Наверное Девушки И все Такое Мне Это казалось Не очень Да Большой Проблемой Это самый Рациональный Парень Который Верит Светлую Любовь Девочки Вы Посмотрите Да Семья У нее Строгая Поэтому Со мной Никуда Не отпускала А Из-за проблем С деньгами У меня Деньги На выкуп По тайским Традициям О Расскажи Про тайские Традиции Вот Ты влюбился В девушку И вот Я насколько Знаю Слава богу Она не знает Хорошо русский Язык И она Сейчас Не переведет Наш диалог Не послушает Вот Насколько Я знаю У тебя Довольно Серьезные Намерения По отношению К этой Девушке И Ты вроде Как Хотел Сделать Своей Женой Да Да Уже И мамы Ко мне Ко мне Нелегальному В Таиланд Прилетала Потому что Это традиция Типа Семейные Родители Должны Общаться По поводу Выкупа И Ну Сошлись В общем Наценники Расскажи В целом Про традицию Про традицию Почему Выкупают Девушки Как это Происходит Как родители Знакомятся Для меня Это Темный Мир Вообще Эти Деньги Раньше Отдавались Родителям Но у нее Семья Там Богатая Миллионеры Долларовые Грубо говоря И Деньги Они Все равно Нам Отдадут Просто Чтобы Чести Их не лишать Так сказать В окружении Их родственников И Людей Которые Их знают Это Больше Показуха То есть Деньги Все равно Нам Возвращают Вот Это На будущее Грубо говоря Там На сберегательный счет И эти деньги Просто Показатель того Что Мы Не бедствуем Но так как Мы действительно Бедствовали Денег Ну В общем Вся эта Помолвка Сорвалась И денег Я Не заплатил И В общем Все это Сошлось К тому Что Я уехал Из Таиланда Ну Из-за того Что я там Просто не мог Вечно находиться Два слова Можно скажу Тоже Возвращаясь Обратно В диалог С Глебом Я Самый Душевный Парень Я очень Верю В розовых Поней То что Отношения Должны Быть по любви То что Это можно Там через Всю жизнь Пронести Вот такой Я вот Романтик Но когда Я слышал Вот эту Всю историю Глеба А я ж У нас Как общение Идет Глеб Привык Просто В принципе Торговать Один У него Там параллельно Какие-то Есть дела И мы Обычно Раз в месяц Раз в два Три месяца Созвонились Там Натрещались Ну и в целом Там опять Пропали И опять Где-то В чат Зашел Где-то Что-то Еще И я Просто Помню Вот этот Телепорт Где Ему Там У него Он уже По кэшу Очень сильно Просел Я говорю Глеб Говорю Девочка Вообще Красавица Родители Замечательны Тебя Любят Тебя Поддерживает Говорю Улынешься В эту Историю И сразу Делаешь Фришные 10 иксов Учитывая Кто у нее Родители Говорю И все В твоей Жизни Хорошо Говорю Сделай Выбор Хоть раз Там Не сердцем А головой И будь Там Счастливый Там На всю Жизнь И это Я Романтик Говорю Там Человеку Вот Но Глебу Эта Идея Не нравится И Соответственно Все Доходит До той Стадии Когда Уже Не хватает На выкуп Жены Грубо Говоря Ну Собственно Да И Че И Все Я Уезжаю В Сербию Там У нас Проблемы В отношении Вот Вот Это Принятие Что Надо На Дистанционке Находиться Пока У меня Бан В Таиланде Не пройдет Там Четыре Года Оставалось Вот И мы Расходимся Собственно Вот И Весь Этот Пиздец Ну Как-то Осознаешь Когда Становится Прям Очень Крипово Денег Нету Ты Один Вот Это Что Произошло Со мной Грубо говоря Меня Обнулило И в отношениях И в деньгах И Нашел Все силы Как-то Начинать Все Заново Вот Но Это Не просто Такие Вот Дела Какой Сейчас План То есть Сейчас Есть Работа Есть Доход То есть Ты Руководишь Питупишным Офисом Но Как я Понимаю Это Не то О чем Ты Мечтаешь То есть У тебя Амбиции В разы Больше То есть Ты Тот Парень Тот Самый Кто Должен Ляма в пять Там За душой Держать И Ходить С роликсами Говорить В моей Жизни Все Плохо В моей Жизни Все Плохо И Отель У меня Сегодня Не за Десять Ты Долларов Всего Лишь За Три Вот Это Ты Я Тебе Всегда Вот Таким Видел Наши Хэппи Будет Пока Еще Неизвестно Скорее Всего Будет Но Не Сегодня По Историям Ему Уже 26 Лет Но Практически На Сам Деле На Два Года Опережаю События Так Сказать По По Ощущениям Ему Лет 80 И Про Него Пора Филим Снимать Какие 26 О Чем Я Расскажу Историю Там Нашего Знакомства Тоже Немножко Со своей Призмой И Мы Тогда Познакомились В Дискорде У меня Был Друг Саша С которым Мы Своё Время Начинали В Атаге Возможно Он Также Кстати Станет Гостем Очередного Из Подкастов У него Тоже Очень Очень Тяжелая Непростая История В трейдинге Тоже Американские Горки Вот И Тогда Мы Познакомились В чате И Когда Познакомился С Глебом Я Такой Слушаю Там Знаете У меня Тогда В принципе Было Все Хорошо С самооценкой Я Спортом Я На трейдинге Деньги Зарабатываю Я Достаточно Начитан И Я Знакомлюсь С Глебом И Я Чёрт Возьми Это Моя Идеальная Копия Только Лучше Меня Во всем И Живет Той Жизнь У которой Мечтаю Жить Я И Чёрт Возьми Почему Я Не Живу И Парень Там Знаешь У меня Было Ощущение Что Мне Все Трейдинги Всегда Давалось Таким Тяжелым Трудом Вот Кто Там Быстрее Раскачивался Кто Что То Еще Я Смотрю На Тебя И Я Еще раз Просто Вижу Что Оказывается Можно И Грубо говоря Ты Флексишь Чуть Трейдинги Чуть Питупишки Путешествуешь Еще Просто Этими Девушкой Там Со всех Сторон Бабки Живешь В классных Местах Еще И В Азии Где Всегда Хотел Побыть Я Я Смотрю Потом На Свою Жизнь А у Меня Как раз Тогда Приближался Тяжелый Период В котором Я потерял Очень много Денег И Мне Тогда Было Прям Чертовски Грустно Вот Но Ребят За каждой Типа Очень Красивая История Всегда Стоит Стоит То Чего Вы Не Знаете Это Всегда Надо Понимать Вот Даже Та История Вот Помните Когда Глеб Рассказывали Там В Китае Подрабатывал Моделью Я бы Хотел Немножко На этот Период Телепортировать Можешь Рассказать Глеб Был Полным Глеб Был Очень Полным Он Прям Был Жирной Булочкой Жирная Булочка С корицей Улитка С маком Не совсем Ну Был Ну Давай Не Начинай Пауэрлифтер На массе Пауэрлифтер На массе Тот Самый Черт Который По 200 Килограмм Тягает Вот Расскажи Вот Эту Историю Меня Она Так Мотивирует Честно Я ее До сих Пор Вспоминаю Ты Мне Рассказал И Забыл Я До сих Пор Вспоминаю Что Ты Сделал Чтобы Получить Работу Модели Будучи Пауэрлифтером Бля В общем Изучал Видосики На ютубе Там еще Знаешь 17-18 год Так все Ну Дремуче было То есть Не было Особой Информации Всякие Вот эти Кочки Которые Пофармили И Вот эти Советы Свои С фармы Рассказывают И я Думал Ну Заебись Буду Сушиться На 500 Калориях В день В общем Через 4-5 Месяцев На 500 Калориях В день И четмилах Я не знаю Я Если честно Я по времени Не помню Сколько точно Заняло Я скинул 35 Что ли Килограммов Вот Мышцы Жир Все Короче Ну Отвалилось И превратилось В дрища Но зато Получил Работу В моделинге Представляете Когда ты Закидываешься Там Фармой Закидываешься Кофеином Там Термогениками Жиросжигателями И идешь Просто Сутки Пешком Ходить По Китаю Вы вообще Себе можете Это представить И в таком режиме Там Почти 2 месяца Просто Вдумайтесь Еще и на дефиците Калорий Это когда ты Постоянно засыпаешь Под этими Термогениками Вот такой Вот ходишь Ходишь Чтобы получить Гребаную работу Да Да Такая даже Темка была Ну в итоге Я заработал Себе Естественно Расстройство Пищевого поведения Булимия И просто У меня чувство Сытости пропало На ближайшие 2 года То есть Ну Если ты заказываешь Еду Сколько заказал Столько Ты можешь Домбовать Вообще Без Какого Либо Чувства Сытости Вот Такие Были моменты Когда я там В центре Шанхая На работу Ездил И потому Что мне Просто В голову Пришло Если я могу Сжечь Калории То Надо Их Сжечь Я на велике Просто Пиздячил Там 22-25 Километров До Универа Вот После Там 10 часов Работы Такая Вот Тема Вот Но Это Того Стоило Собственно Слушай Спорно Сказать Стоило Или Не Стоило Но Это Это То Что Тебя Сделало Таким Какой Ты Есть На Текущий Момент Со Всеми Твоими Плюсами И Минусами И Я Никогда Не Не Хочу Уходить В Точке Трени Отмены А я бы Того Не Делал И Этого Не Делал Нет Вся Совокупность Ситуаций Сделала Вот Когда Ты Смотришься В Зеркало Ты Себе Нравишься Честно Нет Нет Я Не знаю Откуда Это Пошло Низкая Самооценка Всегда Скорее Сего Из-за Этого Вот Еще Знаешь Когда В школе Там Булили Завес Когда Все С девочками Ходили А у Меня Типа Даже Друзей Парней Не Было Потому Что Ну Не Знаю По Какой Причине Слушай Главное Главное Вот Когда Ты Прощаешь Себе Весь Свой Жизненный Опыт Неудачи Достижения Все остальное Это момент Когда Ты Полюбил Себя Таким Какой Ты Есть Вот И Все Понятно Что В связи С тем Что Ты Много Чего Попробовал Ты Видел И Ультра Богатых Людей Ультра Бедных И Был На Обоих Сторонах И Жил Дорогой Жизнью И Не Знаю Доедал Там Последний Хлеб Без Соли То Это Вся Совокупность Она Как бы Ты должен Ее Полюбить Я бы Это Так Сказал И Вот Когда Ты Полюбишь Тогда Ты Примешь Вот Этот Весь Опыт Который Ты Прошел Я думаю Это Так Вот Ты Будешь Так же Критично Относиться К Своей Форуме Ты Будешь Так же Относиться Ко Остальному Потому Что Ты Уже Знаешь Что Есть Хорошо И Каким Ты Можешь Быть Когда У Тебе Все Супер Топ Ну Я Действительно Так Считаю Ты Знаешь Что У меня Тоже Постоянно Эта Игра С весом Идет Ребята Кто Смотрит Стримы Еще Недавно Со мной Знаком Вы Просто Этого Не Видели Но У меня В сезон Вес Может На 30 Плюс 30 Кг Гулять То Первое Что Вы Увидите Это Жирное Изображение Жирное Лицо Жирного Меня Грустные Мысли Вот Поэтому Я просто Очень быстро Привожу себя В порядок Потому Что Есть Уже Как бы Там Наработки Как Это Делать Правильно И Во Вторых Ты Думаешь А Что Делать Дальше Потому Что Когда Ты Придумаешь Что Делать Дальше Как Правило Времени На Здоровье У Нас Уже Не Всегда Та И Хватает Такой Очень Сильный Лайфхак Что Сам Думаешь Согласен Абсолютно Если Ну В жизни Уже Пиздец Как Мин Начать С Парговые Сессии Там По 40 Часов Были У Меня Ничем Они В 100 Процентах Случаев Хорошим Не Заканчивались Вот Поэтому Нужно Следить За Питанием Заниматься Спортом Нормально Спать И Просто Все Как-то Придет В Норму Как Минимум Менталка Вот Ну И Лайфхак К Наверное Какому Это Знаешь Когда Вот Я Расскажу Вот Насколько Мне Известно Вы Опять Сошлись Самый Последний Свежий С той Самой И Скорее Всего Там Все Дело Идет Пам Пам К Свадьбе Ну Сначала К Раскачке Депо Идет Вот Потом Уже Конечно К Свадьбе Ну Мы Бизнес Там Небольшой Мутим Поэтому Думаю Что Все Будет Успешно В будущем Вот Ну И Ребят Вы же Не забыли Что Глеб Это Глеб Добавишь Во всю Эту Ситуацию Ложечку Дегтя В каком Плане Здоровье Девушки Здоровье Девушки Даже Думаю Что Не хотел Это Упоминать Но Слава Богу Что Что Все Обошлось Но Когда Мы Сошлись У Нее Там Ну Раковые Клетки Обнаружили Рак Шейки Матки Но Уже Спойлер Прошла Операция И Все Вроде После Биопсии Все Наладилось Вот Я думаю Слушай В целом Спасибо Что Так Откровенно Всем Этим Делишься Потому Что Это Знаешь Это Те Самые Разговоры Которые Происходят Вот Типа Между Тобой И Мной Многие Истории Разумеется Мне Известны Но Мне Так Хотелось Чтоб Ты Вот Для Многих Парней Донес Что Жизнь Ужасно И Даже В самых Тяжелых Проявлениях Всегда Есть Что-то Хорошее Для Многие Ребята Думающие Что Их Проблема Это Проблема Послушав Твою Историю Возможно Как-то Поймут Что Надо Просто Чуть Более Критично Относиться К Самому Себе Вот Ну И Хотел Небольшую Мудрость У тебя Спросить Вот На Твой Взгляд Какие Основные Причины Как 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 ты Этого Избегаешь Пытаешься Избегать Какие У тебя Паттерны Вот Как Ты Находишь Причины Тильта Это Скорее Всего Когда Ты Оглядываешь Си Назад И Сравниваешь Си Старого И Си Нового Но Жизненные Обстоятельства Разные Поэтому Ну Не Нужно К Прошлому Привязываться Нужно Жить Сейчас И Максимум Куда Оглядываться Это На Вчерашний День И Небольшие Какие-то Достижения Свои Записывать Там Раскачался Например Сотки До Двухсот Это Уже Там Достижения Перестал Там Лудить Перестал Заходить Там В Неликвид Например Если Это Твои Проблемы Были Вот И Также Не Стоит Наверное Себя Сравнивать С Остальными У всех Разная Жизненная Ситуация Разные Жизнь Разные Способности Когда Естественно Ты Сравниваешь Чуваками Которые Там В 20 лет Мульт За день Кроют Ну Конечно Тильтанет С этого Поэтому Это Ну Не Стоит Этого Делать Просто Ориентироваться На Себя На Свои Достижения Вот И Следить За Ментальным Здоровьем Потому Что Ключ Скорее Сверхо Всему А Может Есть Какой-то Лайфхак Как Ты Это Пытаешься Предупредить Избежать То есть Вот Ты Знаешь Какой-то Момент Одно Дело Когда Ты Обратил Внимание На Что-то И Что-то Тебя Уже Зацепило И Это Тебя Очень Сильно Тригерит Есть Моменты Когда Ты Пытаешься Это Ну Грубо говоря Предупредить Предупредить Проблему Заранее Предугадать Проблему Заранее Да Вот Как Это У тебя Возникает Вот Ты Сидишь Там Потихонечку Вот У тебя Появился Появилось Понимание На примере Такого Большого Количества Ситуаций Вот Первые Звоночки Когда Ты Начинаешь Чувствовать Что Что-то Начинает Ломаться Что-то Не так Я Для себя К примеру Эти вещи Нашел У меня Возникает Ощущение Я могу Сказать Такого Легкого Безразличия К Происходящему Я бы Это Так Сказал Это Ребята Кто Там Чуть Помладше Там Поймут Такой Знаешь Как будто Что-то Внутри Там Умирает И Ты Такой Смотришь На Все Происходящее И То Как-то Безразлично И То И Вроде Как бы Эти Вещи Были Для Тебя Еще Недавно Совсем Ценные А Теперь То Что Произойдет Оно Как будто Каким-то Неважным Становится И Ты Вроде Делаешь Все Те же Самые Вещи Но Как будто Это Первый Звоночек Когда Начинает Что-то Ломаться Вот У меня Так Для Себя Я Нашел Просто Нужно Следить За Эмоциями Если Ты Замечаешь Что Например Вспоминаешь Как ты Чувствовал Неделю Назад Месяц Назад И чувствуешь Что Сейчас Ты Ничего Не Поменял Но Твое Состояние Ухудшилось Просто Нужно Взять Перерыв И Заняться Чем-то Что Тебе Просто Эстетические Удовольствия Доставляет Например В Таиланде Когда Вот это Все У меня Накапливалось Тут Не Получается Там Не Получается Я Просто Взял Скачал Себе Elden Ring И Лупил В комп Не знаю По Десять Часов Пока Я Просто Ну Забыл Какая У меня Проблема То Вернулся Как Прокрастинация Это Решение Прокрастинация Вообще Не Решение Это Лекарство То Есть Нет Наркоз Для Совести Наркоз Наркоз Скорее Всего Вообще Для Твоего Развития Для Совести Для Всего Прокрастинация С Прокрастинацией Как По Мне Начинается Депрессия Апатия Неудачи То Есть Убегать В прокрастинацию Думаешь Не стоит Когда Начинается Проблема Нужно Просто Отличать Перерыв И прокрастинацию То есть Если Ты чувствуешь Что ты просто Тратишь Свою жизнь Пустую Что у тебя Прокрастинация Просто Ну Не знаю Добавь Небольшие цели Погулять На улице 30 минут Почитать 10 страниц Книжки В день И когда Ты просто Это Нормализуешь Это уже Будет Не прокрастинация Просто Как это Объяснить Перерыв Наверное Какая Это Отход От Дел От Стресса Ну С пользой Надо Это Как-то Проводить Примерно Так Я просто Знаешь О чем Сейчас Сидел Задумался Когда-то Такие Откровенные Вещи Рассказываешь Думаю Там Один Подкаст Второй Третий Думаю Черт Возьми Люди С которые Сидят На стриме Которые Знают Меня Всю Мою Историю Знает Лишь Довольно Ограниченный Круг Людей Моя История Она Что же Довольно Непростая Да Многие Люди Там Знают Про Историю Со Спиной Там Со Всем Но Ты Знаешь Расширенную Версию Моей Истории Что Происходит И Я Ловлю Себя На Мысль Что Со Временем Мне Точно Так же Надо Последовать Твоему Примеру И Примеру Предыдущих Ребят И Рассказать Всю Свою Историю Со Всей Подноготной Со Своей Говной Так Сказать И Очистить Душу Очистить Голову Быть Честным В первую Очередь Перед Самим Собой Перед Своей Аудиторией Вот Потому что у меня тоже очень много тяжелых ситуаций было Большая часть из них Слава богу Уже Далеко Далеко Позади Но Мне кажется Как и про Глеба Фильм Можно снимать То Про меня Может И не такой крутой Фильм Получится Но На малобюджетный Артхаус Я уж точно Тяну Да Не прибедняйся Не прибедняюсь Вдвоем С ними Двойной Фильм Я еще Ребят Хочу Сделать Такую Ремарку Я Глеба Позвал На интервью Говорю Глеб Говорю Он говорит Слушай Сань Вот такая Такая Ситуация Говорит Ну Ты уверен Что ты хочешь Там со мной Подказ Записать Говорю Дружище А давай Сделаем Так Там Запишем Подкаст А когда Ты снова Будешь На вершине Ты посмотришь Этот подкаст Вспомнишь Себя Прошлого Там Улыбнешься Что ты все Это переварил И мы снимем Крутой подкаст Где Глеб уже Там У него все В жизни Снова наладилось К тому же К тому же У него сейчас Все налаживается На мой взгляд Это И взаимоотношения И со здоровьем У девушки Все хорошо И работа есть И потихонечку Голова очищается Вот Как ни крути Там Если Тяжело Время лечит Вот А если Время не вылечило Значит Просто прошло Еще знаешь Не так много Времени И нужно Просто подождать Я так считаю Да Все верно И главное Знаешь Вспоминать Прошлое И Ну Трудности Они были Всегда Но Они В настоящее Время Вспоминаются Как-то Даже С улыбкой Что-ли Потому что Ну Тогда Был Прям Пиздец И Когда Сейчас Уже Все нормально Все эти Трудности Все эти Истории Ты понимаешь Что они Тебя просто Мотивируют Становиться Сильнее Не дельтовать И Не углубляться В прокрастинацию И Депрессивные Состояния Ну И совет Небольшой Что Если Есть Проблем Проблемы С Ментальным Здоровьем Извиняюсь Это Будильник Проблемы С Ментальным Здоровьем С Апатией С Депрессией Нужно Просто Вовремя Обращаться К Специалистам Потому что Жизнь Другими Красками Заиграет Потому что Иногда Привыкаешь К чувству Депрессии Безразличия И Когда Ты От этого Уходишь Понимаешь Что Ты Там Потерял Все Время В Которое Ты Находился В прокрастинации И депрессии Вот поэтому Не бойтесь Ходить в больницу Ребят Психиатр Психотерапевт Я Настолько Что-то Прям Прочувствовался Стримом Если честно Знаешь Что я хочу Сказать Глебчик Вот Я сейчас Не употребляю Алкоголь Но После Стрима Я пойду И выпью За то Чтобы у тебя Все было Хорошо Вот А те Кто ребят Пьет Я думаю 100 грамм За то Чтобы у Глебчика Все было Хорошо Я думаю Глеб Это заслужил А когда Будет Все хорошо Чтобы Встретимся Встретимся Здесь же В этом же Месте И Уже С более Радостным Настроением Надеюсь Эта история Вас Чему-то Научила Чему-то Смотивировала И А нас Подвигнет Большое Количество Людей Там Работать Над Собой Не Сдаваться И Проходить Через Какие-то Жизненные Сложности Закрывать Свои Глаза На Проблемы Вот И Открывать Свои Глаза На Те Позитивные Моменты В жизни Которые Там Происходят Вот Ребят Все Всех Целуем Обнимаем Делаем Сердечко Вот Такой Вот Всех Вас Любим Всем Спасибо За Ваше Время